добрый день дорогие друзья сегодня мы коснемся достаточно такой серьезной темы я уже говорила не раз что вот этот окружающий мир является продуктом нашей психики кто-то в это верит кто-то не верит но наверняка многие замечали в жизни что вот он что-то там подумал себе да она раз и материала материализовалась жизни воплотилась или там были какие-то такие моменты когда он видел что реальность вот она как-то двигалась по то что он запрашивал да и таких моментов очень много более того на сегодняшний день мы вот например снимали ролики с владимиром бесфамильным с удивительным человеком по моделированию реальности когда мы задаем и она отражается да мы задаем какой карта будет лежать в колоде она проявляется у меня есть видео где точно также работает александр леонидович лавров вот когда он задает и отражается где будет лежать какая карта да то есть это все игровые формы но мы же можем эти игровые формы перенести на жизнь когда мы задаем она проявляется в жизни да и задаем это осознанно все равно вот этот механизм подсознание есть абсолютно но каждого человека он заложен нам данным богом природой да но многие вещи мы не осознаем как они работают а если осознать и начать их осознанно осознанно применять в жизни то жизнь начинает играть другими красками и вот смотрите многие вопросы можно решать значительно проще чем мы привыкли в жизни не надо врываться в кабинет топать ногами кричать и стучать да когда можно сесть помедитировать и вдруг кабинет откроется и вас приглашают а вот все можно расставлять по другим местам по своим местам все по-другому расклады можно делать в позитивном в энергетически наполненном высоко высоко частотном ключе да вот за это я люблю техники техники по работе с причинно-следственными связями по работе с контрактами на бессознательном уровне этой теме я посвятила последние года полтора два очень плотно на практике да то есть есть определенные наработки когда мне приходилось преодолевать сопротивление в том же самом обществе в представлениях когда люди говорят о карме о том что что можно что нельзя о наказаниях о влияниях об откатах и так далее это вот в экстрасенсорике на эту тему очень много говорят но очень мало практиков те которые возьми взяли сели и сделали да и вот когда ты садишься и просто тупо делаешь а вот у тебя появляется свой жизненный опыт вот этот свой жизненный опыт он показывает здесь вот здесь можно откорректировать здесь вот такие тонкости здесь вот так лучше пройти и появляется дополнительная техническая база за последнее время она у меня достаточно нормально накопилась в разных темах до начиная от судебных инстанций работы там влияние на людей влияние на отношения влияние на событийные ряды влияние на игры горы влияние 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 это все техники влияния до техники влияния но влияние какого когда мы говорим слово влияние мы подразумеваем что мы берем и на кого-то влияем а я говорю не об этом я говорю о том что мы берем и с кем-то заключаем договор когда выгодно обеим сторонам вин-вин мы создаем такую причинно-следственную связь и встраиваем ее в информационное поле там где есть Есть и где формируются такие причинно-следственные связи естественным образом. Механизм понятен, да? Осталась техническая база. Техническую базу я выдам на курсе, который я сейчас анонсирую. Это будет мой курс, его буду вести я, Наталья Зайцева. Он пройдет в формате 4 дня, 4 вечера, 4 вечера по 4 часа. Для чего перерывы? Каждая 4 часа. Для того, чтобы не было перегруза. Работа будет вестись в измененных состояниях сознания, в достаточно глубоких. Поэтому этот курс не для людей, которые придут поговорить. Он полностью практический. Практически 90% времени мы будем находиться в глубоких измененных состояниях сознания. Он не для людей, которые не имеют трансового опыта. Опыт получаем дополнительно. Он не для людей, у которых нет наработки в экстрасенсорике по чувствительности. Развитая чувствительность должна быть обязательно. Он не для людей, у которых есть сомнения, получится, не получится, есть экстрасенсы, нет экстрасенсов. А вот это так, а вот это так. И он не для людей, страдающих шизофренией. То есть, в принципе, я более-менее описала базу людей, которых я не хочу видеть на курсе, которые не придут при любых вариантах. Но есть люди, которые увлечены экстрасенсорикой, у которых есть определенный опыт, да, опыт. И они готовы двигаться дальше. Таких людей я приглашаю, жду. У людей, у этих, обязательно психика устойчива. Вот, потому что транса будет очень-очень много. Мы будем работать в глубоких измененных состояниях сознания. Повторюсь еще раз. Трансовый опыт обязательно. Из моих пожеланий для того, чтобы принять участие в курсе, все-таки, я не буду ставить ограничения, что вам нельзя приходить. Да, мы будем, я сама снимаю телефонную трубку и сама буду беседовать с человеком. Вот, я бы все-таки, все-таки хотела бы, чтобы у человека был за спиной курс по развитию экстрасенсорного сверхчувственного восприятия. Это мой курс тоже, он откатанный, он разработанный, и там дается полная база по экстрасенсорике и теоретическая база, в том числе в качестве подарка идет моя книга, которая не так давно вышла в Германии. Что он дает? Мы говорим с вами тогда на одном языке, и многие мелкие техники, при бомбасике такие, мне не придется повторять. Мы просто их будем дальше использовать и встраивать в дальнейшую работу. Потому что вот этот курс по работе с контрактами на бессознательном уровне или с причинно-следственными связями, он на порядок сложнее. Далее, что бы я хотела, чтобы у человека был трансовый опыт и какая-то база по гипнозу. Какая-то база по гипнозу, мы не будем применять сами техники, гипнотехники в том ключе, который есть. Но есть опыт при прохождении обучения по гипнозу, который будет использован в данном случае. Кроме того, из того, что бы я хотела, чтобы у людей было знакомство с высокочастотными состояниями, измененными. Из тренингов, на которых конкретно якорят эти состояния, на сегодняшний день это либо тета-хилинг, либо РПТ, либо какие-то такие новые техники, где используются состояния любви. Ну, хотя бы рейки, да, там, хотя бы вот что-то такое вот, где вы все-таки якоритесь на состояниях на более высокочастотных. Хотелось бы, чтобы за спиной были какие-то опыты энергетических практик, чтобы у вас был опыт чувствования энергии и работы с энергией. Потому что это все не в прямом варианте, а в косвенном варианте будет задето на тренинге контракта на бессознательном уровне. Вот тот, который пройдет, который я сейчас анонсирую. Программа будет на сайте. В программе у нас будут обязательно встраивание готовых, ваших, то есть вам надо придумать, что вам надо в жизни, готовых причинно-следственных связей, как минимум решение трех вопросов. Да, как минимум решение трех вопросов, и вы будете в дальнейшем наблюдать, как это все разворачивается в пространстве, как происходит, сколько времени надо, надо ли там потом какие-то вещи под коррекцию пускать. Потому что иногда разворачивается не так, как вы сразу встраиваете, вот, потому что есть кармические особенности. С этим тоже будем работать, будем проговаривать. Но наша задача из пункта А прибыть в тот пункт Б, который вы хотите, и прибыть туда осознанно. Не просто закинул и получил, а создал, отследил, подкорректировал, получил. Да, но идет именно так, как вы хотите. И идет то, что вы хотите. И работа ведется с людьми, с эгрегорами, с ситуациями на достижение конкретной материальной цели. Все очень конкретно, все очень четко и просто. Мы будем рассматривать работу рептильного мозга, мы коснемся ритуалики, мы коснемся всех разновидностей техник, которые существуют на этом поприще. Мы коснемся вариантов, как в измененном состоянии сознания сохранять осознанность и уметь слушать. Уметь работать с собой, доверять себе и так далее. Уметь работать с Богом, уметь работать с людьми. Очень много. Пересказывать программу не буду. Программа будет лежать у меня на сайте. Если вам интересно, заходите, читайте и принимайте для себя решение. Еще раз обращу внимание, просьба, чтобы была предварительная подготовка. Первое погружение на курсе, оно сразу выявит все слабые стороны. Но тогда вы просто потеряете финансы. Особенность курса в том, что он вроде внешне будет выглядеть простым. Но он будет работать в том случае, если вы сможете работать на нормальной глубине и на нормальных частотах. Вот. Это основное. А сможете вы или нет, я же вас вот так отфильтровывать не буду. Вот ты сможешь, а ты не сможешь. Нет. Это решите вы. И ответственность будет 50 на 50. Итак, дорогие друзья. Приглашаю. Читайте, изучайте. Новый курс со мной, с Натальей Зайцевой. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова